всем привет мы записываем третий выпуск радио пустоты это первый наш спец выпуск потому что в коем-то веке наступил праздник уже наступил я предполагаю да да время 12 минут 1 сегодня мы будем говорить о дне защитники отечества в войне о том какой след она оставила в нашей культуре тема очень сложная безусловно тема войны в принципе освещается в культуре особенно в современной в довольно странном ключе поэтому проще конечно говорить о тех произведениях которые мы читали смотрели или слушали когда учились в школе я могу сказать что я учился в школе достаточно просвещенный то есть нам никогда не навязывали какие-то определенные произведения давая возможность сравнивать то есть у нас программе были конечно каверин был твардовский но одновременно с этим был василь быков был даже варлам шаламов причем именно последний бой майора пугачёва то есть много всего много тема до сих пор не закрыта это своеобразный гештальт очень болезненный я бы хотел рассказать о том какие произведения связаны напрямую со второй мировой а точнее с великой отечественной по большей части по крайней мере в первой части подкаста меня в свое время поразили в самом раннем детстве и далее и если у вас есть дети я думаю что им тоже стоило бы прочитать эти произведения хотя сегодня они возможно уже не столь популярны и возможно даже и дома их уже нет у многих у меня первой книгой которая меня потрясла о великой отечественной войне стала книга алексея попова сквозь огонь прежде всего потому что главный герой был мальчишкой такой же как я был в том возрасте я конечно пытался представить чтобы я делал вот в этом его положении честно говоря до сих пор не представляю наверное сложил бы ручки на груди и отправился бы на тот свет это было мое наверное самое любимое произведение о войне до тех пор пока я не прочитал каверина два капитана книга не совсем о войне вы прекрасно это знаете два капитана эта история длительная это роман настоящий что называется великий русский роман во многих смыслах в том числе в том смысле что сюжетные линии этого романа пересекаются постоянно под совершенно непонятными углами персонажи встречаются на поле вот этом огромном поле мировых событий встречаются многократно иногда наоборот не встречаются хотя находится практически километре друг от друга и все вот эти вот случайности пересечения когда главный герой встречается с ромашкой на фронте например они конечно удивляли меня уже в детстве я думаю что сейчас перечитывая двух капитанов понимаешь насколько удивительны эти совпадения но с другой стороны книга очень хорошая очень интересная что самое главное действительно проникновенная несмотря на то что с ситуациями с которыми встречаются герои мы вот молодое наше поколение уже не совсем молодое в жизни встречаемся не так часто а скорее всего вообще мало кто с ними встречался когда-либо и все же переживания персонажей их вот эти метания в каком-то смысле прежде всего главных персонажей они нам понятны никогда не забуду и честно говоря даже во многом понимаю вот эту ситуацию когда главный персонаж проверял свою силу воли дав ромашки резать ему руку это настолько точное определение самого понятия проверки силы воли что я бы наверное на его месте сам бы так сделал несмотря на то что это болезненная процедура в двух капитанах война показана как фон страшный фон в котором приходится жить героем причем каверин сделал очень интересную конструкцию рассказ ведется от лица двух персонажей то есть с двух точек зрения благодаря этому в пересечении получается некая объективная более менее картина которая на мой взгляд говорит о том времени о войне и о мире после войны до войны намного больше чем могла бы сказать например картина поданная писателем как это условно говоря когда точкой зрения является писатель сам по себе или же от лица одного героя здесь герой не один и это чувствуется но если говорить о литературе то конечно очень сильное воздействие оказывают книги несколько другого плана например василь быков о нем нельзя не сказать в контексте данного разговора в школе мы читали даже и до рассвета естественно во первых произведение не очень большое благодаря чему его можно довольно успешно впихнуть в школьную программу а во вторых произведение которое вызывает в каком смысле разрыв шаблона потому что после многочисленных бравурных произведений о великой отечественной войне в которых всегда обрисован образ героического солдата образ подвига самопожертвования и так далее даже до рассвета быкова конечно воспринимается неожиданно совершенно потому что там есть тот же подвиг есть самопожертвование есть действительно мужественный человек но писатель в каком-то смысле ставит его в абсолютно иную ситуацию то же самое мужество тот же самый героизм но результат не тот то есть это не тот подвиг о котором будут слагать легенды это по правде говоря это скорее проигрыш и персонаж дожить до рассвета погибает как мы говорили на уроках еще будучи детьми погибает глупо потому что по сути его жертва не была нужна она абсолютно бессмысленно он подрывает какую-то гужевую повозку совершенно уйдя не в ту степь который нужно было но у него и выбора не было и как раз это произведение скорее о том что в ситуации войны в ситуации боя скажем так невозможно осознанно выбрать красивый финал себе и вот дожить до рассвета это произведение о том как человек встречается с некой силой с которой он спорить не может он планирует он надеется на то что его смерть принесет пользу а в результате не получается и в этом же контексте конечно нельзя не сказать о шаламове человеке ну наверное самой трагической биографии в культуре нашей двадцатого века я не хотел бы счастлив сегодня сейчас разговаривать о большей части его произведения они сейчас вообще не в тему но последний бой майора пугачева я бы хотел упомянуть потому что на самом деле это своего рода логическое продолжение вот этой линии то есть от бравурной героической прозы через прозу героическую но уже задающую вопросы об оправданности тех или иных моментов к логическому финалу этих сомнений вот шаламов вся его проза связанная с войной она конечно страшная очень суровая здесь тоже обратите внимание это очень интересно здесь тоже показан сильный человек и в общем-то герой о майоре пугачеве известно что он был на фронте героем не прятался в самостреле был незамечен что называется но по доносу попадает на колыму и вот этот мотив неблагодарности скажем так и вообще сама ситуация когда человек опять встречается с тем самым фатумом с тем самым роком с которым невозможно спорить шаламов фактически не дает каких-либо моральных оценок шаламов в принципе писатель который оценок не дает но но это своего рода обратная сторона исторического события великого исторического события огромного и страшного конечно и так если в отечественной литературе мы имеем вот эту довольно таки грустную линию которая кстати повторяется и в кино потому что мы можем видеть как от фильмов вроде в бой идут одни старики грустных трогательных картин в которых есть герои иногда попадаются персонажи немножко трусоватые но которые перевоспитываются которые начинают хотеть совершить подвиг переходит наш кинематограф к несколько другим ситуациям тут достаточно вспомнить например белорусский вокзал точнее говоря оригинальный его сюжет он повествует о том как это ни странно что люди вернувшиеся с войны люди герои с наградами с признанием оказываются фактически не нужны в мирное время этот трагический мотив впоследствии повторялся не раз но вот белорусский вокзал наверное самое яркое произведение подобного рода и не случайно именно булада куджава написал песню про пехоту написал еще ряд военных песен здесь его не упомянуть невозможно потому что куджава сам воевал сам прошел войну но при этом многие его высказывания которые сегодня воспринимаются как сомнительные и многие его обвиняют в том что он позволил себе это сказать однако куджава действительно показывает вот эту эволюцию в понимании войны он проходит от исключительно военных маршевых вещей до своеобразного разочарования в милитаристском настрое как таковом в попытке переосмыслить войну переосмыслить причины приведшие к войне но при куджава нельзя и никогда нельзя было собственно говоря несмотря на многие попытки его никогда нельзя было назвать трусом он всегда последовательно проводил свою гуманистическую линию это достойно и уж тем более какие произведения у него получались мы с вами все прекрасно знаем в тему дня защитника отечества я бы хотел упомянуть еще несколько произведений на этот раз уже не нашей а мировой литературы которые лично на меня произвели неизгладимое впечатление прежде всего ну давайте по мере того как я их читал первое произведение которое я хотел бы объявить это больница преображения станислава лэма я вот туда же прихватил книгу это небольшая пояс мягкой обложки у меня по крайней мере эта часть трилогии не утраченное время тут уже даже в самом названии трилогии чувствуется поставленная писателем проблематика в отличие от большинства известных сегодня произведений станислава лэма это не фантастика это именно историческая проза она была написана в сорок восьмом году то есть после войны прошло буквально несколько лет не могу сказать что в этом произведении есть какие-то попытки переосмыслить саму войну а тем более то как она прошлась по польше но с другой стороны станислав лэмб выбирает очень интересную точку зрения его точкой зрения является совсем еще молодой человек который не оказывается на фронте он переживает войну по сути в тылу работает врачом психиатрической больницы война проникает в произведение откуда-то сбоку со всех сторон с одной стороны но по большей части в виде слуха в виде разговоров виде домыслов и главный герой видит немцев откуда-то издалека постоянно то есть он практически не видит их лично они где-то совершают преступление они преследуют его когда он бежит из уже павшей больнице но по сути их не видит такая трактовка персонажа такая игра с его характером позволяет станиславу лэму написать крайне интимное крайне сложное произведение несмотря на то что писатель тогда был еще совсем молодым в нем уже чувствуются какие-то нотки будущих произведений лэма в том числе конечно легендарного соляриса в каком-то смысле война это тот же мыслящий океан который вторгается в твою жизнь не спрашивая у тебя разрешения и ты понятия не имеешь что с этим теперь делать как главный герой этой повести книга действительно страшная во многом физиологичная в сорок восьмом году я думаю что в союзе бы такую книгу не издали да и у станислава лэма были проблемы с изданием как написано на развороте опубликована она была в 55 но при этом книга производит мощное впечатление до сих пор я вам рекомендую если вначале я говорил сначала про более детские произведения потом про произведения которые вы наверняка уже читали такие как дожить до рассвета быкова то вот больница преображения произведения довольно редко и если вы не читали я вам очень его рекомендую и вторая книга который я хотел бы рассказать из западных книг это чтец чтец произведение во многом легендарное получила множество хвалебных отзывов премий было экранизировано берхард шлинг в этой книге показал именно то самое превозмогание темы войны очень болезненная очень жестокая показал через трагедию конкретных людей небольшого количества конкретных людей точнее говорят двух ситуация рассмотренная в книге заставляет задуматься даже не столько о том что такое хорошо что такое плохо как говорится но и о том что теперь с этим делать и как теперь с этим жить чтец это своеобразная огромная развернутая метафора здесь речь идет о молодом парне который неожиданно оказался вовлечен в романтическую историю с взрослой уже женщиной и впоследствии узнается что это взрослая женщина она очень странная очень необычная ее персонаж выписан на удивление хорошо и подробно в отличие от главного героя то есть от того самого я от лица которого ведется повествование она впоследствии оказывается бывшей надзирательницей женского лагеря я не буду вам пересказывать все преступления в которых ее обвиняют но персонаж чтеца вот собственно говоря тот самый мальчик посещает все судебные заседания на в ходе которых сути пытаются вынести приговор этим женщинам и присутствуя на этих заседаниях он познает эту историю самого начала до самого конца история страшная моральная оценка однозначно здесь дать невозможно на мой взгляд да и к тому же концовка у произведения не буду давать вам спойлеры если вы еще не читали или хотя бы не смотрели фильм сделайте это фильм можно посмотреть он довольно короткий очень интересный довольно таки динамичный неожиданно для этого произведения моральная оценка осложняется жизнью этой героини обвиняемой во-первых она задает вопросы на тему того что есть вина а а этот вопрос не до конца раскрыт даже юриспруденции даже психологии даже психиатрии в конце концов во вторых здесь возникает тема покаяние или не покаяние и что еще хуже тема наказания потому что то что героиня кается в содеянном ну мы об этом говорить не можем но то что она наказана и наказана неадекватно по сравнению с другими обвиняемыми которые просто по сути пытаются слить на нее всю вину это страшно и вот отсюда возникает вопрос у меня лично возникает вопрос несоразмерно тяжело наказанный преступник является ли он негативным ну с точки зрения например произведения самого является ли она негативным персонажем для меня нет ее деяния страшны но при этом она не негативный персонаж она во многом по крайней мере она в будущем уже после войны она в мирное время она во многом симпатична и в ней отсутствует какой-либо фанатизм какая-либо злость что-то подобное поэтому если вы не читали чтеца или не смотрели фильм я еще раз вам его рекомендую фильм тяжелый особенно если стараться прожить вместе с героями весь этот судебный процесс прожить все флешбеки которые возникают у главного персонажа это страшно но очень интересно и действительно заставляет задуматься с точки зрения современного искусства как мне кажется великая отечественная война да даже не великая отечественная вся вторая мировая война в принципе наверное уже более-менее пережита нельзя сказать что она не встречается в современной прозе в современной музыке и так далее и тому подобное особенно музыка практически все наши прославленные мэтры писали песни военные песни посвященные войне и так далее и тому подобное но я бы сказал что эта тема постепенно отходит на второй план поскольку просто все меньше свидетельств все больше художественного вымысла так что если говорить о музыке лично для меня не знаю как для вас тема великой отечественной войны которую мы сейчас в этой в этом подкасте муссируем лучше всего раскрыли Высоцкий и Акуджаву вот для меня это два человека которые лучше всего ее открыли я хотел сказать раскрыли но слово открыли тоже подходит потому что до Высоцкого и до Акуджавы такие акценты в военных песнях не ставил никто при этом если Акуджаву многие наши современники иногда пытаются в чем-то обвинять на мой взгляд абсолютно незаслуженно то Высоцкого обвинить с точки зрения морали не в чем потому что у Высоцкого огромное количество героических песен песен про героев Высоцкий на самом-то деле всеобъемлющ в том контексте в котором он жил поэтому его герои смотрятся простыми людьми но при этом бесстрашными при этом героическими но одновременно с этим у Высоцкого появляются и другие мотивы на мой взгляд достаточно интересные к примеру в Балладе о детстве если вы помните эту песню там возвращение с войны и послевоенные годы показаны Владимиром Семеновичем несколько неоднозначно дело в том что Высоцкий наверное впервые впервые я могу ошибаться но на мой взгляд впервые пытался рассмотреть тему войны комплексно со всех сторон и в этом он достиг определенных успехов на мой взгляд в особенности конечно Баллады о детстве в особенности конечно Як-истребитель песня Вы все ее прекрасно знаете мощнейшее произведение довольно интересно смотреть как Высоцкий сочетает тему героизма, тему быта, тему войны и тему возвращения с войны которую Высоцкий на мой взгляд очень точно определил как болезненную такого до него на мой взгляд фактически не было Акуджава несколько иной случай Акуджава фронтовик старше Высоцкого сам воевал, был ранен и поэтому его песни совершенно неожиданно более отрешенные чем песни Высоцкого, но Высоцкий актер конечно Высоцкий вживается в роль, ему нужно чувствовать того человека от лица кого он поет или как в случае с песней самолета например ему надо чувствовать скорее атмосферу но самолет чувствовать невозможно ситуацию нужно чувствовать и понимать Акуджава не такой Акуджава несколько дистанцируется от темы чувствуется что она ему страшна и она его несколько пугает поэтому война у Акуджавы это что-то чаще всего романтизированное причем Акуджава довольно часто играет со временем переходит в другие времена его любимая наверное тема это гусары это вот эта классическая лирика скажем так золотого века но при этом именно Акуджаве принадлежат и десантный батальон песня и песня пехоты которые до сих пор считаются одними из лучших в военной тематике как вы могли заметить я практически не говорю о основных произведениях которые всегда вспоминаются когда мы говорим о Великой Отечественной войне но мне бы если честно не хотелось об этом сказано уже много и не думаю что мне есть что добавить я бы на этом наверное тему Великой Отечественной войны закрыл на сегодня но хотел сказать одну вещь точнее поделиться одним мнением мне кажется что все-таки День Защитника Отечества стоит отделять от Дня мужчин у мужчин есть день в ноябре День Защитника Отечества это наверное все-таки праздник более военный хотя военный билет то есть у многих но я постарался посвятить этот выпуск именно войне ее отражению в нашей культуре в нашем искусстве и рассказать о произведениях которые меня больше всего потрясли в детстве или в юности или вот как в случае с больницей преображения Станислава Лэма совсем не дам так что этот третий уже выпуск радио пустоты подходит к концу я поздравляю с праздником тех кто считает себя достойным его праздновать встретимся в следующий раз у меня интересная тема завалялась но в день связанный с защитой Отечества ее поднимать не хотелось так что я постараюсь в течение пары дней выйти в эфир еще раз уже с ней ну и ждите заливки на сервер если вы сейчас смотрите трансляцию я вижу один человек и даже знаю кто это смотрит трансляцию завтра видео появится на ютубе можно будет смотреть там все это было радио пустоты всем пока и до новых встреч в с atacке -балла-пу-ARбустот все это было проект